Каждый раз завершение фестиваля Небо России это немного грустно. Уставшие, но довольные участники уже испытали те эмоции, которые в будущем году непременно снова приведут их в Рязань. Я здесь в первый раз был в 92-м году, и я не хочу пропускать, мне это нравится. Я люблю Рязань, хотя первый полет, который был здесь в 92-м году, был очень экстремальным. У меня на старте фал управления клапаном был пережег. Ну тогда, если вы понимаете, квалификация была немножко не такая. И вот без этого фала надо было садиться. Я не буду рассказывать, как все, потому что это страшная история. Но когда я приехал сюда, Левушка сказал, о, Аврумыч, тебя остановило забор женской тюрьмы. Если бы я не сумел погасить, ну и чуть позже я бы все у них внутри. В этом году Михаилу Найдорову исполнилось 83 года. Он пилотирует уже ни много ни мало, 30 лет. Сразу после рязанских соревнований отправляется в Крым летать над Белой скалой. А в будущем году обещает непременно вернуться, чтобы вновь подняться в рязанское небо. Он уже давно не гонится за победой в чемпионатах. Участие в фестивале для него – образ жизни. А вот те, кто приехал за Кубком России, вели напряженную борьбу. Большое вам спасибо, что вы приехали, что вы нас поддерживаете, что вам здесь нравится, что денег за высокое слово славы рязанской земли немножко поднимается в ваших глазах, правда? Стоит сюда приезжать перед чемпионатом Европы, мира, в Рязани, нормальным, подъезжать, да? Немножко потренироваться в здоровых, в рязанских условиях, но в красивейших местах. Победителем вполне ожидаемо стал Иван Миняйло, представитель Московской области. Рекордсмен мира по продолжительности полета, мастер спорта по воздухоплаванию. Свою победу считает результатом многолетней работы и упорного труда. Удача любит подготовленных, профессионализм. Мастерство можно перефразировать техникой пилотирования. Техника пилотирования – это лишь одна из составляющих. А подготовка, анализ, мыслительный процесс – он большую роль играет. Второе место занял рязанский пилот в третьем поколении Владимир Ермаков. Несмотря на юный, в сравнении с соперниками возраст, спортсмен показал достойные результаты. Этот сезон, по-моему, очень у меня подготовленный, потому что я успел участвовать в трех соревнованиях. И в целом я готовлюсь к чемпионату мира среди молодежи. Поэтому настрой очень хороший, отличная команда у меня. И поэтому все удалось, а дома и стены помогают, и поля. Технически сложные некоторые задания были, потому что работа с новыми приборами, подготовка к международным соревнованиям. Ну и в целом, да, интересные задания, есть о чем подумать. Были ошибки, можно стремиться к лучшему. Медаль за третье место тоже уехала в Москву вместе с Евгением Чубаровым. Каждый полет – это работа целой команды. Поэтому на торжественной церемонии закрытия награждают не только пилота, но и тех, кто в течение всего фестиваля был рядом с ним. Благодаря слаженным действиям этих людей оболочка доставляется в нужную точку, поднимается в воздух, а затем собирается вновь. И задача – помогать, поддерживать морально и физически, готовить аэростат к полету и убирать его после полета. Помогу подбирать аэростат, ехать к земле и так далее. Для зрителей, собравшихся в полях, чтобы увидеть фантастическое зрелище, гигантские аэростаты, проплывающие в облаках, фестиваль оставил сказочное впечатление. Понравилось здесь и пилотам. Задача была отвлечься от рутины. Потому что целый год получилось, я не участвовал в соревнованиях. Получилось и посоревноваться, и развеяться, и хорошо провести время. Несмотря на укороченный вариант фестиваля, всего пять дней, и не самое большое количество собравшихся участников, времена все-таки непростые, следующего неба России будем ждать с нетерпением, чтобы снова погрузиться в мир воздухоплавания. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Андрей Тюрников, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok